Какие виды экспериментов по введению маркировки обязательными средствами идентификации? Я сейчас говорю о системе Честный Знак, контролирует ее ЦРПТ, подразделение, ну скажем так, дочерняя структура Министерства промышленности и торговли, которая занимается внедрением маркировки с 2017 года, когда это началось с фармацевтической продукции и потом коснулось уже многих категорий товара. Так, какие эксперименты грядут в 2024-2025 годах? Кто не в теме, поясню. То есть сперва вводится экспериментальный режим, при котором участники рынка пробуют вручную, автоматически наносить дата-матрикс-коды, так называемый Честный Знак, такие квадратненькие. Ну, скажем, очень-очень похожи на QR-коды, только маленькие. Все, наверное, видели уже на воде, безалкогольных напитках, на молочных продуктах. Вот, шины там, ну, это уже, наверное, для автоводителей меха, фармацевтической продукции, вся-вся вот эта вот, да. Вот, соответственно, сперва происходит экспериментальное, люди вручную сканируют штрих-коды в систему их в экспериментальном режиме, соответственно, это все тестируется, обмен данными, да, потому что надо не только наносить, но надо еще и сканировать, и надо передавать в систему, в ГИС МТ, есть у нас такая федеральная геноинформационная система МТ, маркированные товары, да, а для фармацевтической продукции в ГИС МДЛП, вот, лекарственные продукции, медицинские лекарственные продукции, вот, и в какой-то момент после того, как зарегистрируется, ну, точнее, эксперимент имеет определенные даты, и, соответственно, правительство рассчитывает, что в период проведения эксперимента участники, будь то заводы-изготовители, производители, да, которые обязаны наносить на продукцию, а также на коробки, когда мы говорим об агрегации партии, да, на палеты, когда мы говорим еще больше агрегации, сериализации, да, вот, соответствующие даты матрикс-коды и вносить в систему, потом все участники товародвижения, системы прослеживаемости, да, то есть это дистрибьюторы, дилеры, оптовики, все зоны, ой, все стадии оптовой передачи, все склады, и до розницы включительно, то есть подлежит прослеживаемости все действия с товаром, маркированным вплоть до продажи конечному потребителю, да, который для уже собственного потребления, то есть фактически последняя розничная продажа, да, вот, потом, соответственно, эксперимент прекращается, начинается поэтапное внедрение обязательного, обязательной системы прослеживаемости, да, то есть вот этой маркировки уже сплошной, и в самый, скажем так, эпилог вот этого всего процесса, регистрация продажи маркированных товаров через онлайн-кассу, через средства розничной продажи, да, то есть сперва звено производителей, оптовиков, дистрибьюторов, мелкий опт и розница, вот, соответственно, какие эксперименты, то есть самая вот начальная первая, как бы, стадия, да, грозят каким товаром, значит, с сентября 24-го года до конца августа 25-го года проводится эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, да, в том числе презервативы, филлеры, косметические нити. Так, это охватывает терапевтическую дыхательную аппаратуру, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, да. Так, дальше, 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 дальше. 24-й год, красная-черная икра. Значит, все производители, импортеры, дистрибьюторы на икру осетровых и лососевых рыб, произведенные после 1-го мая 24-го года, обязаны наносить код маркировки и передавать в систему маркировки сведения о воде продукции в хозяйственный оборот. Маркировке подлежит икра в банках, икра в пластиковых кубоконтейнерах, которые будут подлежать дальнейшей переработке или продаже на развес для всей цепочки, да. Вот, соответственно, этот эксперимент, этот поэтапный ввод обязательно маркировки с 1-го апреля 24-го года у нас уже, да. Так, потом. Маркировка кормов для животных в качестве эксперимента с 31-го августа 24-го года по 1-й сентября. Ну, тут как бы они уже имеют, потому что свою упаковку. Тут, собственно говоря, не видят, скажем так, власти больших сложностей. Так, теперь... Теперь, теперь... Насколько я помню, еще растительные масла. Растительные масла с 31-го августа по 1-й сентября текущего года, да. То есть вот уже скоро. Причем растительные масла, которые имеют потребительскую упаковку. Фактически вот это вот самое розничное. Все бутыли, все упаковки, все виды пластиковой, металлической, стеклянной тары. Дальше. Экспериментальный режим. Консервированные продукты. Вот здесь очень важно, да. Что именно? Какие и виды консервов, да. Значит, с 12-го февраля 24-го года и по 31-го августа 24-го года идет эксперимент по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей, фруктов, грибов, ягод и рыб. И рыбы. Так, это еще одна категория. Так, слабый алкоголь пошел. Слабый алкоголь в части, значит, с 1-го июля, уже скоро начинается, с 1-го июля 24-го года по 31-го августа 25-го года. Значит, маркировка отдельных видов алкогольной продукции с содержанием этилового спирта или крепостью в готовой продукции до 9-ти процентов включительно. Вот, с июля 24-го по август 25-го эксперимент такой. Так, начались потопительным приборам, конвекторам. С 20-го мая, вот совсем недавно, да, 24-го года по 28-го февраля 25-го отдельные виды кабельно-проводниковой продукции. Ну, то есть, вот здесь идет, что называется, алюминиевый медный провод с жилами, да, в различных исполнениях изоляции на катушках, там, и так далее, и так далее. Кабельно-проводниковая. Так, теперь, что еще? Так, отопительные приборы. С 1-го апреля 24-го года по 28-го февраля 25-го года отопительные приборы. Разного рода радиаторы, конвекторы, радиаторы центрального отопления, их секции. Соответственно, есть портал Честный Знак РФ. В нем подробно, с точностью до кодов ТНВЭТ АЭС, виды продукции, да, ну, я так просто перечисляю. Радиаторы и их секции, чугунные, стальные, алюминиевые, биометаллические и прочих металлов. Конвекторы отопительные, включая чугунные, стальные и прочих металлов, да, например. Так, помимо этого, стройматериалы. И сейчас будет еще печатная продукция. Строительные материалы в потребительской упаковке с 15-го марта 24-го года до конца 24-го, до 1-го декабря. До 1-го декабря. Какие, соответственно, это строительные материалы? Кратко, категории. Цемент, смеси, бетонные, сухие строительные, растворы строительные. Ну, фактически, это то, что у нас в мешках, да. Так, и книжная продукция. Печатная продукция. Печатная продукция. Печатная продукция. С 1-го апреля 24-го года по 31-го августа 25-го года. Что за печатная продукция? Учебники, печатные, общеобразовательного назначения. Вот пока они. Так, дальше. Парфюмерия и косметика, бытовая химия. Про это мы уже говорили. С января этого года начался 24-го по 28-го февраля 25-го года идет эксперимент. Так, кого распространяются моющие средства, крема. Значит, косметические средства, средства для макияжа, ухода для кожи, кроме лекарственных. Средства против загара и для загара, для маникюра и педикюра, за исключением, там, парфюмерии и косметики, предназначены для гигиены рук, антибикробным действием. Средства для волос, средства для гигиены полости рта зубов, ну, то есть зубные пасты, да, включая фиксирующие порошки, пасты для зубных протезов. Так, значит, средства до, во время или после бритья, дезодоранты состава для принятия ванн, средства для удаления волос, парфюмерии и косметики, туалетные средства, дезодоранты для помещения, с ароматами без, с дезинфицирующими и без свойствами. Все виды мыла, павы, так называемые, поверхностно-активные органические вещества и средства, применяя в качестве мыла, в любой форме исполнения, бруски, куски, формованные изделия, содержащие или не содержащие мыла, поверхностно-активные органические вещества, павы, так называемые, средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для рыночной продажи, содержащие или не содержащие мыла, бумага, вата, войлок или фетр, нетканные материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством, а также моющие средства, включая вспомогательные моющие средства и средства чистящие, содержащие и не содержащие мыло. Детские игрушки, оптоволокно и отдельные виды фармацевтического сырья и лекарственных средств. В частности, глюкозы, сиропы, глюкозы, пропилен, гликоль, ментол, полифенол, эфироспирты, телоацетат, кислоты разные по списку, соли, холевая кислота, салициловая кислота, ее соли, все эти аспирины, карбоновые кислоты, эфиросерный угольный кислот, полиаминные, ла-ла-ла, я таких даже не знаю, еще какие-то полиаминные, лизин, глутаминовая кислота, соединения сероорганические, то есть, ну, список здесь ой-ой-ой какой, да, там, 4-анилин, фенилбензол и так далее, ла-ла-ла, прочее, сульфанамидов, то есть, большой-большой список. Опять же говорю, можно ознакомиться лучше всего, наверное, этим ознакомиться на сайте Честный Знак РФ, там прям по товарным категориям, да. Вот, соответственно, чем могут помочь наши эксперты, наши специалисты? Мы проводим обследование предприятия, помогаем, скажем так, безболезненное, бесшовное внедрение вот этих самых программных продуктов, программно-аппаратных комплексов, аппаратуры, да, то есть, мы можем проконсультировать и обследовать предприятие, подсказать, сделать, как у айтишников это называется, каст-дев, то есть, выяснить периметр системы, да, то есть, болячки, степень подготовленности, может быть, у вас на предприятии уже есть система штрих-кодирования, да, средства сканирования или нанесения, тогда, там, может быть, вы используете полиграфию, может быть, вы используете внутренние коды, например, какие-то свои, да, или, там, международную систему ЕАН, да, стандартные штрих-коды, потому что систем маркировки много, многие ей уже пользуются, да, для, скажем так, автоматизации складов, автоматизации товара движения, да, поскольку здесь вообще, здесь и опты, и розницы, и производство, вот, соответственно, мы можем бесплатно провести интервью с вами, подсказать, что, как это делается, как это вообще все выглядит, смысл в том, что, когда подойдет черед для ваших товаров уже участия в эксперименте, вы были к нему готовы, и уж тем более были готовы к введению обязательной стадии маркировки, да, то есть, вот это вот очень важно. Перечень вопросов, которые мы рассматриваем на этом самом интервью, да, ну, например, текущие процессы и системы, используемые для маркировки, там, что у вас есть, сканирование нанесения штрих-кодов заводских, например, да, с какими сложностями и проблемами столкнулись, есть ли опыт внедрения, насколько там значимой, с вашей точки зрения, является проблема борьбы с контрафактом, насколько там важна для вас проблема обеспечения сквозной прослеживаемости товаров, да, от производителя-дистрибьютора, да, вот, то есть, чтобы вот этот, скажем так, серый импорт-контрафакт, там, аналоги и прочее-прочее, какие, обсудим, какие есть требования к программному обеспечению, с какими программными решениями знакомы, если с чем-то уже сталкивались, с какими проблемами вы сталкивались, да, что не так с существующими на рынке, то есть, смысл передать эти сведения вендорам, законодателям МОД в сфере разработки программных продуктов для прослеживаемости, да, чтобы для заказчика внедрения это все-таки было, ну, как-то бесшовно, менее болезненно, да, вот, опять же, на основе вот этих самых данных в ГИС, маркируемых товар, да, строится система аналитики товародвижения, да, то есть, по ним можно отслеживать, там же много параметров в системе хранится, срок изготовления, срок годности, там, крайне дата, да, вот, где, что в системе видно, по каким стадиям, где товар проходил, на каких складах, что залеживалось, что быстро реализовалось, то есть, вся система аналитики для вашего маркетолога, для снабженца, закупщика и для продаж, это просто колоссальная информация, да, то есть, вот эти вот информационные системы прослеживаемости, они, на самом деле, сыграют очень хорошую пользу, если у вас еще нет автоматизации и вот этого самого количественно штучного учета товаров и построенной на этих данных аналитики. Обращайтесь к нашим экспертам, успехов вам в реализации ваших проектов в производстве или дистрибуции товаров. С вами был консультант решения ВРНРФ Сергей Маслёхин. Продолжение следует...